МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Май 2019 года, несмотря на довольно прохладную погоду, оказался жарким с точки зрения политических событий. Но что еще важнее, подтвердил отношение большинства наших сограждан к священной памяти, павших за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Более 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались с фашистами на фронтах Великой Отечественной. И, наверное, нет в нашей стране села, где не стояла бы скромная стела с именами сельчан-фронтовиков. Поэтому вдвойне обидно и глубоко стыдно за тех наших граждан, которые считают героев той войны бандитами. Считают, что Молдова и ее граждане сторона проигравшая в той войне. А значит, для нас, живущих, марш бессмертного полка и все, что с ним связано, это наша линия обороны на фронте борьбы за торжество справедливости и памяти. У нас в студии гость, который сделал своим призванием сохранение исторической памяти, восстановление исторической справедливости. Руководитель русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета победы. Алексей Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. 8 мая, начну с чего наш разговор, 8 мая на приеме, который проводил с миссией Евросоюза в Молдове, присутствовал и президент страны, Игорь Додонко. И там он, в частности, заявил, без Дня Победы не было бы и Дня Европы. И если, в общем-то, изучая историю, сталкиваешься с такой мыслью, практически вся Европа быстро сдалась гитлерской Германии. Более того, делегировала своих граждан на фронты, отстаивая идеи фашизма. И вот как всегда возникает вопрос, как можно тогда праздновать День Европы? Что это за праздник? Когда есть День Победы? День, когда была свернута фашистская гидра, когда был установлен флаг над Рейхстагом, знаменовал финал одной из самых глубоких, самых страшных трагедий человечества 20 века. Ну, чисто в хронологическом плане это вообще неверно. То есть первоначально-то был День Победы, первоначально-то состоялась капитуляция фашистской Германии, а только потом европейские государства стали заключать различные союзы, угля, стали между собой каким-то образом объединяться. Но все это было потом. После того, как они немножко опомнились от того, что произошло на европейском континенте, немножко залечили военные раны. И все это было после мая 1945 года. Поэтому сравнивать эти два праздника, сравнивать эти два события в корне неверно. Еще одна интересная деталь, на которую я обратил внимание, это многолетние попытки вычеркнуть из народной памяти синтагму «Великая Отечественная война» и назвать ее Второй мировой войной. Это вызывает определенные диспуты, споры, но по своей сути это не то чтобы историческая фальсификация, но все-таки желание задвинуть тот период Второй мировой войны, который для нас был, есть и будет Великой Отечественной войной. И наверняка вы помните, на минувший юбилей Победы была изготовлена медаль 1939-1945. То есть для нашей страны события, связанные с войной, непосредственно военные действия начались 22 июня 1941 года и завершились в августе 1944-го. Конкретно наши солдаты, уроженцы наших мест, закончили воевать в 1945 году, участвовали в разгроме Квантунской армии, милитаристской Японии. И вполне заслуженно, конечно, эти медали, конечно, носят, но Великая Отечественная война — это основной, составной период Второй мировой войны, где происходили самые ожесточенные сражения, где принимало участие самое большое количество войск с обеих сторон. И желание обозвать все это безликой строчкой Вторая мировая война ведет, в общем-то, к тому, что постепенно из народной памяти само восприятие определения Великой Отечественной войны постепенно уходит. Но, как вы правильно сказали, эти слова не выбиты на обелисках, эти слова не вписаны кровью. Миллионов советских солдат и офицеров, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Мне кажется, личное убеждение, что это такое стремление методом подмены понятий, попытаться действительно вытеснить из памяти сегодня живущих поколений значение тех лет. Вот 1418 дней и ночей, если я не ошибаюсь, такая цифра, когда советский народ, в едином таком порыве, собравшись в кулак, практически более 150 национальностей, проживавших на территории Советского Союза, представители этих национальностей отстаивали свободу республик Советского Союза и не только, и свободу Европы. Потому что, когда была освобождена территория Советского Союза, было понятно, что необходимо идти дальше, необходимо поставить точку. Понятно уже было, что такое фашизм. Удивительно даже другое, когда ознакомишься с воспоминаниями тех лет и читаешь мемуары простых людей, были опубликованы, сейчас не буду рекламировать, но именно немцев, простых граждан, которые с удивлением обнаруживали, допустим, наличие тех же концлагерей, когда их привозили, показывали, что они не могли поверить, что это их же сограждане, их же немцы, их же там отцы, братья, дети, участвовали в геноциде народов. Но вот в связи с этим, что хочется сказать. На территории Западной Европы так или иначе есть памятники и сохраняются памятники советским воинам. И Трептов парк, и здесь много целых названий. Я даже привел бы пример. Не так давно на странице в Фейсбуке, на своей странице, моя коллега Пахомова-Левицкая опубликовала фотографии танка, на котором было написано от трудящихся Молдавии. Танк стоит на одном из мемориалов Германии. Он не забыт, там памятник ухожен. И там похоронены четыре танкиста, наверное, какого-то экипажа этой танковой бригады. Но начинаешь вспоминать о том, как у нас с этими танками вдруг решили бороться министры внутренних дел. Более того, говорили о том, что они угрожающе смотрят своими стволами на Запад, намекая на то, что на Западе у нас Румыния. А чего так? В общем-то, это люди взрослые, воспитанные были, в принципе, наверное, в многом мои ровесники. Учились в тех же школах. Учили те же, листали те же учебники истории. Но почему вдруг решили, что эта история не их страны? Они не просто учились в одних школах, они были руководителями пионерских дружин, комсомольских ячеек. Хорошо себя находили в то время. Да, да, да. Они были на всех комсомольских собраниях, они были первыми. Это люди, которым от природы свойственна лидерская харизма. И то, что в нужный момент, когда стало ясно, что большая страна под названием Советский Союз рухнула и уже не поднимется из руин, они быстренько нашли в себе силы и храбрость переобуться, переодеться, найти новые знамена, новые лозунги. И с той же силой и с той же уверенностью, с какой они воодушевляли будущих октябрят, пионеров и комсомольцев на достижение побед социализма, с теми же интонациями они кричали «Чемодан, вокзал, Россия» и прочее, прочее, прочее. Поэтому это неудивительно, так было всегда. И, что любопытно, история коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, тема до определенного времени, которая была закрыта, но, тем не менее, она была. Она была и была практически по всей территории Советского Союза. Были и воинские формирования, как знаменитая, печально знаменитая дивизия СС Галичина, другие национальные формирования. И кто были эти люди, которые встречали оккупантов, врагов с левым солью? Очень часто это были те люди, которые были на передовых позициях еще тогда в советском государстве. И жаль, что человека нельзя распознать заранее, что он из себя представляет. Часто я говорю, вот он себя позиционирует как активный, как за Родину, за Сталина, за все остальное, а на деле оказывается совсем другим. И вернее, подобные люди участвовали в том, с чем обменять сегодня советское наше прошлое, вот в экспроприации имущества, в ссылках людей. Ведь кто этим занимался, как не сами сограждане, то есть когда писали доносы? Ну, мне довелось в архиве изучать несколько дел, связанных непосредственно с преступлениями румынских и немецких солдат на нашей территории. И там, к сожалению, конечно, я признаю этот факт и говорю о нем, но первые грабежи, первые мародерства и прочее, прочее, прочее совершало мирное население, которое осталось полностью без руководства. То есть советская власть уже ушла, а немцы и румыны еще не пришли. И люди стали грабить то, что находилось бесхозным, то, что было ничьим или чьим-то, то есть расхищать колхозные имущества. То есть отсутствие власти. Да. То есть, а потом уже, когда пришла уже новая временная оккупационная власть, многие, многие выразили желание с ней сотрудничать. И вот я выступал в одном из кишиневских лицеев в третьем классе, и мне один из детей задал вопрос в конце, по окончании моего выступления. Очень недетский вопрос такой. Скажите, а все, кто совершал преступления в годы войны, понесли заслуженное наказание? Все были наказаны. И мне пришлось рассказывать, что да, был международный Нюрнбергский трибунал, был кишиневский процесс здесь в 1947 году проходил, который судил румынских и немецких военных преступников. Громкие были процессы, были созданы громкие юридические прецеденты, которые впервые признали воинские преступления, признали то, что воинские преступления не имеют срока давности и преступления против человечества. И сегодня эта норма действует во всех государствах мира. Но многие-то ушли от ответственности. Многие потом продолжали служить уже в другой форме, уже в других погонах. Но задачу выполняли все ту же. Расшатывать, добивать советское государство, которое не смогли взять в открытом, честном бою. взяли так, как мы, к сожалению, прекрасно знаем, как это произошло. Понятно, что Великая Отечественная война это одно из немногих исторических событий, которое объединяет тех людей, которые трепетно относятся к своей истории, которые хранят и ценят вклад своих предков в дело свободы. И вот эта коллективная память о павшихся гражданах сближает в общем-то делает нас знаете, как бы более ранимым к проявлению обратного характера. Когда мы слышим в печати в средствах массовой информации, где говорится о том, что не так давно автор этого камня, который стоит на центральной площади, говорил, что мы Молдавия это страна проигравшая Великой Отечественной войне. Мне понравился вот та активность, которая возникла в вашей ленте, в Фейсбуке, когда вы отреагировали на статью в издании Тимпл по поводу партизанского движения. Я почитал комментарии, они меня в отчасти вдохновили. То есть столько заинтересованных людей в справедливости сегодняшнего дня и ну это дает основания понимать, что правда так просто, правду нельзя просто так взять, убить каким-то опусом, опубликовав в том, в той или иной издании. Но вопрос такого рода, чем возмутило вас, то есть что на ваш взгляд было самое возмутительное вот в этом, в этой статье, которая была опубликована, опять же, уже еще раз порекламирует издание Тимпл. Почему вдруг эта тема стала, ну для сегодняшних граждан Молдовы тема партизанского движения стала, наверное, одной из востребованных? Ну, тема партизанского движения там на самом деле немного притянута авторам этой гадкой статейки, но прошли праздники, вдогонку этому светлому празднику все прошло хорошо, без эксцессов, уже, слава богу, уже ушли, я очень надеюсь, в небытие граждане, которые устанавливали по городу камни, уже их нет на политической арене, уже их не видно на экранах телевизоров, уже, я очень надеюсь, прошло уже их время, уже мы пережили эпидемию какого-то махромого национализма, то есть уже, это тоже уже, очень хочется надеяться, уже осталось в прошлом, и тут появляется материал, после прошедшего праздника, да, обычно они стараются как-то подогреть ситуацию перед праздником, испортить настроение, каким-то образом ситуацию раскачать, а тут уже, долго думали, наверное, тут уже после праздника заголовок замечательный, молдавские партизаны это русские бандиты, ну, что может быть внутри материала, если вот такой противный такой, до невозможности заголовок, ну, я внимательно почитал эту историю, история, этот репортаж собран, в общем-то, из домыслов самого автора по фамилии, если я не ошибаюсь, Морзенку, партизанское движение, по его мнению, в Молдавии не существовало, всеми так называемыми партизанскими группами здесь руководили русские бандиты, пьяницы, женщины, которые с ними были, радистки, телефонистки, брались на разведзадания исключительно в качестве бесплатной сексуальной силы, ну, никакого подвига вообще не было, никаких молдаван, коренных уроженцев нашей земли в этих отрядах не было. И о чем мы можем говорить, и что мы можем прославлять, в общем-то, в таком случае? Пришлось, конечно, пройтись по материальной части этого произведения печатной печатной продукции, якобы сложно было очень организовать партизанское движение здесь, на нашей территории, потому что наши сограждане с радостью встретили приход румынских и немецких войск, и, дескать, даже встречались с цветами. Может, где-то и встречали, я не берусь утверждать со стопроцентной уверенностью, но почему тогда к материалу для этой статьи автор не взял эту фотографию, уж коль скоро вы об этом знаете, если вы так осведомлены, тем более сегодня активно научные круги сотрудничают наши с румынскими, с другими учеными из разных стран, в том числе и по теме Второй мировой войны, нет такой фотографии, не включили, без ссылок, без ничего. Не были готовы, ну как же не были готовы, когда практически в 41-м году Красная армия отступала, а практически в каждом районе оставался подпольный обком, который руководил партизанской деятельностью и первые партизанские операции стали проводиться, как только территория Молдавии была полностью занята, то есть к концу лета 41-го года уже практически началась партизанская работа. Грандиозное подполье, которое у нас здесь было, да, говорить о большом партизанском движении, как это было в Белоруссии или на Украине не приходится, или там, допустим, в Брянской области, в России, не приходится, потому что у нас другой рельеф, другая местность, у нас нет таких больших лесов, где можно было бы укрыть крупные партизанские подразделения, но у нас было очень сильное подполье, это Кишиневское подполье, это Терраспольское подполье, Рыбницкое подполье, Бендерское подполье, буквально две недели назад мы провели в последний путь последнего нашего молдавского подпольщика Валерьяна Иванова. Валерьяна Иванов, да, человек с русской фамилией, но коренной бессарабец во многих-многих поколениях. Есть замечательное интервью, которое мы с ним делали, где он написывает, сколько лет и сколько поколений его предков служили этой земле, что этой земле отдал он, как попал он в подпольную группу, что их подпольная группа выполняла, он себя не, абсолютно не выставлял героем, там не шла речь о том, чтобы там пускали под откос поезда, там нападали на какие-то многочисленные обозы, вступали там в стычки какие-то, как вот показывают часто в фильмах, нет, но это был определенный моральный дух сопротивления, эти люди расклеивали листовки, эти люди рассказывали о том, что происходило на фронте, слушали там передачи, эти люди таскали, воровали оружие у немецких и румынских солдат, бывали случаи и боевых столкновений, но опять же они не были такими масштабными, наши партизанские движения, наши партизанские отряды действовали на территории Брянской области, в Белоруссии действовали, а уже непосредственно в 44-м году, уже перед тем, как Красная Армия начала свой освободительный поход, группы стали забрасываться и сюда, ну, я снова вернусь к заголовку этой статьи, русские бандиты, ну, я рассказал несколько человек, упомянутых в этой статье, я рассказал, что один из них уроженец Николаева, другой уроженец Харькова, третий родился в Кировограде, то есть, ну, надо было изучить немножко все-таки историю, прежде чем писать такую ахинею. Очень неприятно, очень неприятно было читать гадкие соображения по поводу того, что женщин, девушек брали с собой, исключительно для сожительства, причем сожительствовали только командиры, и все это описывается очень так похабно, с абсолютным пониманием своей безнаказанности, то есть, ты понимаешь, что не встанет из братской могилы, это Валя Максимова, которая была зверски убита весной 44-го года, румынскими карателями в бою была убита, и про нее он рассказывает, что вот, дескать, она ночевала с командиром, еще чего-то. Легко воевать с мертвыми. Стоят еще живые, стоят еще живые, которые, в общем-то, эту траву воспринимать ненамеренные, по крайней мере, добровольно. И то, что прозвучал мой ответ, не только я же дал свой ответ, подписались и другие журналисты, очень много комментариев по этому поводу прошло. И к сожалению, пока не ясен механизм, можно ли привлечь к какой-либо ответственности такого вот писаку, бумагоморателя такого, за вот такие вот неприятные вещи. Я очень надеюсь, я призвал об этом в своем ответном слове, призвал дипломатические миссии международной организации дать свою оценку, потому что наверняка вы знаете о том, что в канун Дня Победы, в частности, Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило отчет о ситуации с героизацией нацистских преступников, сохранением памяти на территории стран бывшего Советского Союза и других стран Европы. Там в этом отчете фигурирует и наша страна, и фигурирует, на мой взгляд, в очень положительном свете. То есть сказано о том, что у нас нет героизации нацизма, у нас нет таких движений, которые бы такие вещи совершали. Да, есть вандализм, да, есть попытки, скажем так, переписать историю, но откровенных каких-то действий, как это происходит там в соседней стране, да, где-то еще в других странах, где пытаются памятники снести, где пытаются каким-то образом эти памятники осквернить. Ведь у нас это единичные случаи. Да, к сожалению, они не должным образом расследуются правоохранительными органами, но по меньшей мере, по меньшей мере, один только бессмертный полк, который прошел по улицам городов и сел нашей страны 9 мая, говорит сам за себя. И тут после праздника вот такая, скажем так, очень тухлая, очень противная котлета. Ну, я очень надеюсь, что все-таки мы найдем возможность, и господин, который этот материальчик состряпал где-то на коленке, он все-таки за это ответит. Ну, у нас, к сожалению, не разработана, мне кажется, в законодательстве та или иная норма, которая бы отвечала за сохранение какой-то исторической справедливости. Вот смотрите, в странах Западной Европы есть закон об уголовном наказании за отрицание Холокоста. Ну, понятно, что Холокост преступление, преступление против человечности, и как вот сделать так, чтобы законодательно закрепить, допустим, такую норму невозможности отрицания, ну, такого всенародного подвига в Великой Отечественной войне, что партизанское движение это действительно героизм, а участие в Великой Отечественной войне это героизм, ну, в общем-то, добровольного характера, во-первых, там не было, мне кажется, так, люди, ведь добровольческих соединений защищали Москву, осажденный Ленинград, шли на фронт в Украине, и вот мне кажется, здесь как раз вот память этих людей требует от нас сегодня живущих вот создать какую-то законодательную базу для того, чтобы подобные пасквили имели, в общем-то, ну, как сразу, так сказать, ожидаемый эффект в виде наказания. Ну, здесь... Не пытались обращаться, может быть, к юристам за помощью. Здесь задача, во-первых, сложная. У этой статьи была очень такая, по-моему, узкая. Во-первых, призыв какой-то, не то чтобы призыв, но явное разжигание междунациональной розни. Почему именно русские бандиты? То есть, я же рассказал, что вот погибшие партизаны, о которой шла речь, это уроженцы большей части Украины. Нет, это русские бандиты. Да, враг всегда нас называл русскими. Всех, и русских, и украинцев, казахов, белорусов, молдаван, для врага мы всегда были все русскими. Может быть, были и бандитами, потому что громили их на всех фронтах и все-таки дошли до Берлина. Это первое. Второе, сделано это все настолько хитро, что ни к чему вроде бы не прикопаешься. Но мы обратились к юридическому сообществу, и поскольку времени не так еще много прошло, я пока не готов сказать, чем вся эта история закончится, но очень бы хотелось найти юридический ход, который бы мог бы привлечь к ответственности, за оскорбление памяти погибших людей, потому что у нас есть статья за вандализм, осквернение места захоронения. А осквернение памяти вот этого погибшего, очень хочется, я припряму все попытки, чтобы отыскать родственников двух вот этих вот партизанок, Валентины Максимовой и Клавдии Крикуненко, и отыскать их родных, потому что я нашел в интернете информацию о том, что память этих партизанок в Ростове и на Алтае, откуда они были призваны, свято чтится. Есть музеи их памяти, проводятся уроки мужества в российских школах, откуда эти девушки были призваны на фронт. И, вероятно, живы их родственники. Было бы очень любопытно их найти, и чтобы эти родственники действительно обратились в суд за оскорбление чести и достоинства этих уже ушедших в иной мир людей. Оскорбление чести и достоинства. И очень хочется, чтобы такого действительно больше не было. Хотя, о чем мы можем говорить, мы уже говорили об этом в этой студии, в других студиях, мы уже это обсуждали. Когда у нас в учебниках не совсем понятно, что это была за война, вернее, совсем непонятно, что это была за война, что она несла миру, что нес фашизм миру, и сегодня, по прошествии 74 лет со дня окончания войны, многим, в том числе и нашим с вами соотечественникам, эта война уже кажется какой-то... Очень далекой. Очень далекой какой-то компьютерной стрелялкой какой-то, да. Как будто это не кровь, слезы, ранения, взрывы, голод, разруха. Какой-то сериал, который можно посмотреть по телевизору. Нудные сцены промотать, дойти до чего-то более интересного. И, в общем-то, поставить себе галочку, что фильм про войну я посмотрел, да. На самом деле, это не так. И, к сожалению, еще не все военные раны залечены. Буквально в канун Дня Победы мы отправили в Томскую область солдата Красной Армии, найденного нами здесь, на полях сражений. Парню было всего 19 лет. А сколько наших пацанов, 19-летних, уроженцев Молдавии погибло на европейских полях? Сколько? В каждом селе, вы правильно сказали, в каждом селе. Я сегодня ездил в Дубосарский район и вдоль линии фронта, как она проходила, я проезжал вот эти памятники односельчанам. Все они завалены, уже, правда, высохшими, потому что было солнце и дожди были, но все они завалены цветами. И списки там не по 10 человек, не по 20 человек, а пол села ушло на фронт. Из них большая часть не вернулась. Вернулась назад 10-20%. И вот память этих ребят сегодня оскорбляют и пытаются представить, что для нас это не день победы, для нас это не Великая Отечественная война. И мы, в общем-то, мы, молдавский народ всех национальностей, к этой победе не имеем никакого отношения. Поэтому давайте мы будем отмечать день скорби и траура, день скорби и памяти. Это память. Никто не отрисовет этой памяти, но это память, это праздник со слезами на глазах. И поэтому мы его отмечали, отмечаем, будем отмечать так, как привыкли. Так, как привыкли, мы отмечаем это возложением цветов, мы чествуем наших ветеранов, которых все меньше и меньше остается. И это тоже используют своих, в общем-то, примитивных целях вот эти вот наши так называемые идеологические противники. Потому что, когда были живы эти люди, но никто не стремился как-то переписать их подвиг. Я расскажу одну историю, может быть, она малоизвестная, она будет без фамилий и конкретных указаний, но все, кто нас с вами слушает, они себя узнают в этой истории. Один из депутатов парламента в свое время, когда уже пришел к власти Альянс за европейскую интеграцию, предложил, вы наверняка это помните, предложил запретить коммунистическую символику. Но уж коль скоро запрещают символику, то необходимо запретить и награды советские, на которых это есть коммунистическая символика. Все, ветеранам запретить носить награды, ну что там этих пенсионеров-то осталось, ничего, они не будут там ругаться, бастовать и все остальное. Все бы ничего, но есть у нас в стране категория ветеранов войны, прошедших Афганистан. И вот один из ветеранов той войны, тоже депутат парламента, кавалер двух орденов красной звезды, пытался по парламенту поймать этого господина, инициатора этой идеи и предложить ему снять эти красные звезды с его груди. По понятным причинам ничего не получилось, поэтому сегодня ребята-афганцы в свои памятные даты гордо идут и несут на своих кителях награды Советского Союза. С серпами и молотами, с надписью СССР, и никто ему даже в голову не приходит их снимать. Вот и все, поэтому, конечно, это по прошествии времени, а ветеранов Великой Отечественной войны осталось у нас немногим более 400 человек. Это, к сожалению, очень-очень мало, и сами за себя они постоять уже не могут, так как могут постоять за себя воины-афганцы, и поэтому, в том числе, и наша задача, и всех здравомыслящих людей, всех, кому небезразлична память конечно, необходимо объединяться, и конечно, вот таких вот граждан, которые пишут такую вот ерунду, конечно, наказывать и всячески осуждать. Вот в разных исторических источниках упоминается фраза, которую в свое время сказал маршал Победы Жуков, другому маршалу Победы, Рокоссовскому, идя по освобожденному Берлину, Жуков сказал, мы их освободили, и они нам этого никогда не простят. Насколько это соответствует действительности, не берусь, но я эту фразу нахожу в самых разных исторических работах. Я хочу сказать, что это очень, так сказать, емкое выражение того, что происходит сегодня уже, так сказать, в наше время. Потому что, вот если проанализировать то, как высказались о Дне Победы те или иные политики, я позволю себе цитату, допустим, вот 8 мая в день, в канун Дня Победы журналисты буквально прижали к стене лидера Ком Майя Санду, и задали вопрос, как она относится к символу Победы Георгиевской ленты. Но она говорит, отношусь к этому негативно, вы сами это знаете, спасибо большое, больше ничего. Другой ее единомышленник, что ли, Ктавиан Цикл, считает большой проблемой победы, одержанной Советским Союзом. То есть, он это считает проблемой. Еще один, так сказать, фигурант политической арены, Александр Слуцарь, говорил, 9 мая для него является днем памяти и скорби. Его дед по отцовской линии воевал в румынской армии. Поэтому он скорбит, наверное. и все... Но румынская армия дошла до Берлина. Да. И в числе победительниц являются. И никак, в общем-то, румынцы себя не считают страной, проигравшей в той войне. Я хочу сказать, что никто из этих политиков и их, так сказать, однопартийцев или единомышленников не пошел в тот день к мемориалу Вечности, к Вечному Огню. Они посетили кладбище румынских героев. Хотя, мне непонятно. Ну, хорошо, память павших хранить это достойно. У нас есть, например, даже кладбище, где сохраняются останки немецких солдат, которые сюда пришли, понятно, не с миссии, так сказать, миротворчества. Ну, пусть хранить останки румынских солдат. Но почему их называть румынскими героями? Ну, Станислав, во-первых, знают ли эти люди, какие места они посещают? Ну, кто назвал это кладбище кладбищем героев? И почему именно румынских героев? Место, которое они посещают из года в год, это большое, крупное кладбище героев Первой мировой войны. И лежат там солдаты и офицеры русской императорской армии, греческой армии, венгерской армии, румынской армии, французы даже там лежат на этом кладбище. Да? Потом, с началом Великой Отечественной войны, там были похоронены советские солдаты и офицеры, погибшие в начале Великой Отечественной войны. А потом на этом кладбище хоронили уже и румынских, и немецких солдат. Поэтому это кладбище, ну, как сказать, это кладбище сборная, там много лежит поколений солдат различных воин. И вы наверняка помните историю прошлого года, когда на армянском кладбище с правой стороны от входа, где ежегодно румынское посольство проводит мероприятие, посвященное памяти героев румынской армии, как они считают, приуроченной к Первой мировой войне. Ну, я пришел с документами архивными и показал, что здесь все захороненные здесь это все солдаты и офицеры русской императорской армии. Кавалеры Георгиевских крестов, кавалеры орденов Святой Анны, Святого Владимира. Документы с конкретными фамилиями, с описанием подвигов. И вот эти исторические фальсификации присутствуют на каждом шагу. Ну, пошли они туда возлагать. Ну, как бы молодцы, пошли возложить для себя, как бы они решили, что эти люди для них герои. Ну, есть у нас воинское кладбище, где хоронят немецких солдат. Ну, назвали бы все это тоже воинским кладбищем. Ну, почему-то вот, да, почему-то немцы своих героями не называют. Ну, я вот был в Румынии, проезжал, я видел мемориалы в честь погибших уроженцев населенных пунктов Румынии. Там я вот специально останавливался, смотрел, фотографировал. Есть все вместе единым списком. Значит, те, кто погиб в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м годах, те, кто погиб уже в 45-м. Но с 41-го по 44-м, с 22-го июня 1941-го года по 29-е августа 1944-го года румынская армия воевала на стороне фашистской коалиции. Вместе с немцами, вместе с итальянцами, вместе с венграми совершала воинские преступления на оккупированных территориях. Вместе с ними грабила, насиловала, убивала, сжигала. И это абсолютно открытые факты. Они были известны и тогда, и во времена Советского Союза. Они доступны и сегодня. И был период, когда советское руководство приняло для себя решение не открывать определенные архивы, связанные, допустим, с деятельностью украинской повстанческой армии, для того, чтобы не напоминать людям лишний раз... Да, уже политика вничтожилась в эти процессы. Прибалтийские страны тоже об этом не рассказывали. Сегодня эти документы понемногу начинают расшифровывать, о них начинают рассказывать. И это история. Это необходимо знать. Какая-то ошибка все-таки. Вот если бы с этим всем работали тогда, то, наверное, может быть, получили бы эффект, как, например, эффект исторической памяти немцев. Потому что, да, они понимают, что было совершено их предками. Есть понимание какой-то, наверное, даже вины. Ну, сегодняшний немец, наверное, скажет, оставьте меня в покое, мы уже за все рассчитались. Но, тем не менее, реваншизма в самой Германии не так много, как, например, вот в тех же странах Прибалтики, в соседней стране Украины, где маршируют уже, не скрываясь, не скрываясь символики тех лет потомки бандеровцев. И сегодня вот как раз вот это мое мнение, вот эта ошибка, она и послужила толчком вот для такого реваншизма на территории республик бывшего Советского Союза. Возможно, я вот расскажу частную такую жизненную историю. Село на Украине, откуда мои родители, было под оккупацией три года. Это село сожгли, немцы отступая, совершили много страшных преступлений, убили евреев, там убивали людей, живьем сбрасывали в колодец. Село очень сильно пострадало, оно входит в список сожженных деревень Украины. И вот люди, которые служили немцам уже прошло 75 лет, а до сих пор люди, живущие в селе, помнят о том, что вот их предки, дедушки, бабушки, отцы, этих людей, которые ныне живут и здравствуют, служили немцам и совершали преступления. И вот эта история сохраняется вот в маленьких населенных пунктах. В городе, где людей, конечно, гораздо больше, об этом, конечно, говорят мало, но то, что об этом сегодня не говорят абсолютно в учебниках, я же говорю, это приводит просто к одному, к одной простой вещи. Люди перестают понимать, что такое война. Мы не хотим пугать, мы не хотим запугивать, но нужно донести людям, что это страшно, очень страшно, что это не какая-то легкая прогулка, что это не георгиевские ленты, это не шары, это не флаги, это страшная, страшная вещь. И для того, чтобы это понять, я предложил в завершении своей статьи, относительно газеты «Тимпл», я предложил лично свозить господина, автора этой статьи, на братскую могилу в село Сесены, Каларажского района, чтобы он увидел просто вот эти вот плиты гранитные, пообщался с местными жителями, которые помнят эти события. Все то, что он был должен сделать, как настоящий профессиональный журналист, готовя такой материал, он этого не сделал. Я готов его свозить, чтобы он пообщался с этими людьми. И для того, чтобы понять, что это было, мы вот ведем поисковую работу, я много раз об этом рассказывал, нужно вот однажды увидеть вот этого вот погибшего солдата, которого разворотило снарядом, и почитать документы архивные, которые рассказывают о том, какие преступления здесь совершали оккупационные войска, чтобы волосы зашевелились, чтобы холодок пробежал по спине, и чтобы стало страшно от одного только осознания, что это происходило здесь, на нашей земле. Потому что вот здорового человека должны посещать именно такие мысли. Если ему это в голову не пришло, то он явным образом нездоров. Алексей, ну, в общем-то, под занавес тогда вот ваш ответ. На кого рассчитаны вот эти новые фейки о Великой Отечественной войне? Ведь смотрите, рождаются они опять же, вот есть искатели, которые хотят в той или иной странице нашей собственной истории найти нечто, скомкать это все и бросить каким-то грязным камнем в прошлое? Рассчитаны прежде всего на слабо образованную аудиторию. То есть человек, который желает в этом разобраться, идет многое из семьи. Когда рассказывают дома в семье, когда история передается из поколения в поколение, ее очень сложно поколебать какими-то вот такими выдуманными вещами. и сила действия рождает силу противодействия, когда тебе дома рассказывают, что твой дедушка, прадедушка был герой, а где-нибудь в школе, где-нибудь в другой компании, где-нибудь с экрана телевизора тебе пытаются рассказать совершенно другое, то ты волей-неволей начинаешь сопротивляться этому, потому что ты не хочешь так думать. Люди стараются читать, люди стараются искать, благо, что сегодня открыто очень много архивов. Сегодня с телефона, с обычного смартфона человек может зайти в архив, посчитать архивные документы и общаясь даже с собой, полемизируя где-нибудь в кафе на какой-то встрече, на какой-то дискуссии, человек может опираться на какие-то источники, которые находятся у него в кармане, в телефоне. И если человек хочет узнать правду, он ее непременно узнает. Алексей, спасибо за этот разговор. Я хочу сказать, что если уже вернуться к этой пакостной статье, то, что делают подобные не знаю, как сказать, журналисты, что ли, хотя, конечно, не хочется пачкать свою профессию упоминанием этих людей, вот то, что они делают, они убивают самое главное в человеке, ведь память о героическом прошлом рождает в тебе патриота, формирует тебя как патриота, человека, способного и, собственно, даже на подвиг. Ведь то, что советским людям прививалась главная мысль, что наследники победы, ведь порождало и много подвигов в советское время. Я свидетель одному из них, вот в следующем году 50 лет будет героическому поступку летчика с маркулежской авиабазы, когда во время учения он загорелся, выполняя маневр, как раз загорелся над моей школой. И мы наблюдали этот горящий факел, он не катаплитировался, тащил этот самолет до реки, до Реута. В то время он еще был рекой. Не дотянул, погиб в железнодорожной насыпи. И памятник есть, стоит он на кладбище в Флорежском, горожане заботятся о нем. Я помню, что когда хоронили его, этого молодого старшего лейтенанта, прижала его семья, это мать, кажется, и она сама согласилась, что вот прах ее сына будет покоиться здесь, в Молдавской земле. То есть я что хочу сказать, что вот статьи подобного рода разрушают в нас патриотизм, любовь к стране, готовность к подвигу, готовность защищать свою страну, свою территорию, свою родину, быть, ну опять же, повторюсь, быть патриотом, быть сыном своей страны. Это главное. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Будем с удовольствием с вами продолжать эти наши с вами разговоры о патриотизме, о долге, о любви к родине и, конечно, о самом великом победе. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель Национального Координационного Комитета Победы Алексей Попович. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. «Персональный акцент» «Персональный акцент» «Персональный акцент» Субтитры подогнал «Симон»